Мобильный телефон Мобильный телефон Мобильный телефон Помните то чувство, когда вы перерываете всю квартиру и никак не можете его найти? Да, такое случается. А вы слышали когда-нибудь, или даже вы сами говорили, «Вся моя жизнь в телефоне». В этом случае уровень напряжения значительно повышается. Потерять телефон не самое приятное событие, но испытывать постоянный страх за него еще хуже. Людям с номофобией нужно постоянно держать свой телефон в руках, чтобы чувствовать себя спокойно. И он всегда должен быть заряжен, плюс они боятся оказаться в месте, где нет сети. Самым важным для них становится всегда быть на связи. Как можно защитить себя и близких от первых признаков развития номофобии? Не берите телефон с собой во всех возможных ситуациях. Например, когда вы встречаетесь с друзьями или семьей, и знаете, что телефон будет у кого-то из них. Тогда, если что-то случится, позвать на помощь можно будет с их телефона. А вы, наконец, сможете расслабиться и понять, что без телефона тоже можно жить. Ведь 20 лет назад никто не умирал без мобильных. Номер 2. Он может стать причиной тревожности. В данном случае речь идет о тревожности, вызванной постоянным ожиданием звонка, которая может развиться до такой степени, что вам будет постоянно мерещиться вибрация вашего телефона. Что вы чувствуете, когда пропускаете звонок? Ничего страшного, ведь всегда можно перезвонить, верно? А вот для людей с тревожностью это настоящая проблема. Они боятся пропустить звонок или сообщение, и поэтому постоянно держат телефон под рукой и проверяют экран каждую минуту. Это нормально, если вы ждете важного звонка. Но совсем не нормально, если это стало вашим постоянным ритуалом. Особенно, если эти действия отвлекают вас от важных вещей, таких как работа или семья. Попробуйте терапию, если чувствуете, что теряете контроль над ситуацией. Номер 3. Он ухудшает вашу память. Когда вы в последний раз учили что-то наизусть? Хм, наверное, очень давно. Действительно, телефон – отличная подмога, когда нужно сохранить важную информацию. Все номера телефонов в телефонной книге, слова песни или названия фильмов у вас в заметках. Также существуют специальные приложения, чтобы систематизировать вашу информацию. Когда вы перестаете использовать свою память, она может и заржаветь. Так что найдите для своего телефона еще одно применение и установите на него приложение для развития памяти. Например, игры или тесты. Они действительно работают. Номер 4. Он снижает вашу самооценку. Когда вы живете в телефонной реальности, ваша настоящая жизнь кажется вам все менее и менее интересной. С экрана вашего телефона вас постоянно бомбардируют гораздо лучше одетые друзья или знаменитости в Инстаграме. Фотографии их путешествий гораздо более увлекательны, чем ваши. Их карьерные достижения затмевают все вокруг. В общем, вся их жизнь в 100 раз лучше вашей. В результате вы постоянно задаете себе вопрос «Что я делаю не так?» Эта проблема достаточно распространена, но у нее есть простое решение. Вы должны понять, что свою жизнь вы живете 24 часа в сутки, ну или 18, если в остальное время вы любите подглядывать за жизнями других на телефоне. И видите ее в неотфильтрованном виде. Да, ровно как те фотки в Инстаграме, которые получают меньше лайков, потому что их не отредактировали как следует. Вы же не знаете, что на самом деле происходит между этими улыбками и счастливыми лицами на фотографиях. У нас у всех есть хорошие и плохие времена. И то, что вам кажется жизнью мечты, кого-то просто бесит. Так что хватит смотреть на других. Займитесь своей собственной жизнью, тогда вы сами не заметите, как она улучшится. Номер пять. Вы можете набрать вес. Мы переходим от психологических аспектов чрезмерного использования телефона к физическим. Да, телефон может сделать так, что вы наберете вес. И у этого есть очень логичное объяснение. Вы часто просматриваете ленту новостей в Фейсбуке или Инстаграме во время обеда. Многие именно так и делают. Ставьте лайк, если вы один из нас. Ого, а нас много! Когда вы фокусируетесь на телефоне, а не на еде, ваш мозг отвлекается и не отправляет вам сигнал «Стоп, я наелся!» вовремя. И вот так вы начинаете переедать и набирать лишние килограммы. Так что отложите свой телефон и насладитесь едой. Возможно, вы даже удивитесь, насколько вкусной она может быть, когда вы распробуете каждый кусочек. Номер 6. Он может стать причиной болей в шее и спине. Другой физический аспект пристрастия к телефону – это боли в шее и в верхней части спины. Все мы знаем, что постоянное использование телефона может привести к ухудшению зрения. Однако он воздействует и на наш позвоночник, потому что мы горбимся. Держите спину прямо, когда вы смотрите на экран. Хорошая осанка еще никому не помешала. Не сутультесь и не наклоняйтесь вперед. Вместо этого поднимите телефон до уровня глаз. Вы также можете попробовать делать наклоны головы из стороны в сторону и вперед-назад. Это очень эффективное упражнение для шеи. А теперь пришла пора поговорить о местах, в которых нельзя держать свой телефон. А еще мы собираемся ответить на самый важный вопрос во Вселенной. Почему нельзя пользоваться телефоном в туалете? Смотрите дальше, и вы узнаете ответ. Номер 7. Никогда не берите телефон с собой в туалет. Нам всегда не хватает времени. Так чего зря его тратить в туалете, когда его можно использовать с пользой? Например, проверить ленту новостей в Фейсбуке, почитать интересные статьи или ответить на сообщения, до которых никак не доходили руки. Но, пожалуйста, постарайтесь найти пользу в чем-нибудь другом. Не стоит подвергать себя риску. Любой туалет, даже ваш личный, достаточно грязное место. В нем любят обитать такие бактерии, как кишечная палочка и сальмонелла. И прячутся они там, где вы меньше всего их ожидаете. Поэтому класть телефон в любом месте вашего туалета небезопасно. Кроме того, когда вы прикасаетесь к чему-то в туалете, а потом берете в руки телефон, то микробы переходят с ваших рук на его корпус. И это то, к чему они очень стремятся. Почему? Телефон нагревается во время работы, а микробы очень любят тепло. Так они и живут дольше, и размножаются лучше. Вот как это работает. С ваших грязных рук микробы попадают на ваш телефон, а затем снова на ваше тело. Экран вашего телефона – самое грязное место, потому что вы постоянно к нему прикасаетесь. Эксперты даже утверждают, что мы можем переносить частички фекалий на наши телефоны и тем самым разносить их по всему телу. Фу! Конечно, уровень заражения может быть разным в зависимости от того, частный или общественный это туалет. Туалет в офисе, ресторане или кинотеатре гораздо грязнее вашего личного. Но это не означает, что и он безопасен. Будьте аккуратны и не берите с собой телефон, чтобы не подхватить никакой заразы. Как-то так. Номер восемь. Никогда не кладите телефон в карман. Даже если вам кажется, что карман – это идеальное место для телефона, вы ошибаетесь. Мы все знаем, что сотовые телефоны излучают радиацию. Она нас не убьет, конечно, но и сильнее не сделает. Ведь какие-то части нашего тела более уязвимы, чем другие. Исследование показало, что когда вы держите телефон на бедре, это может ухудшить работу таза. Плюс радиация воздействует на мужскую половую функцию. А вы же не хотите ничего там испортить, верно? Если в вашем окружении есть мужчины, которые любят носить телефон в переднем кармане, скажите им, что это очень плохая идея. Но помимо вреда вашему здоровью, ношение телефона в кармане может навредить и самому телефону. Очень многие люди ломали свои смартфоны, просто садясь на них, когда они были в заднем кармане. Инструкции к новым моделям смартфонов рекомендуют держать устройство по крайней мере в 10 мм от тела. Когда вы держите телефон в кармане, он также может случайно набрать номер службы спасения. Даже если телефон заблокирован, порядка 30% звонков по номеру 112 происходят посредством вызова нашей пятой точкой. Ну и, наконец, страшная история, которую вы можете рассказывать своим детям. Телефон может загореться, если ему будет недостаточно воздуха. Во время работы он нагревается, а при его нахождении в тесном, замкнутом пространстве может произойти поломка. Даже зафиксированы случаи, когда у людей загорались штаны, в которых лежал телефон. Поэтому, если вы не хотите рисковать, найдите для своего телефона другое пристанище. Номер 9. Ему не место в вашей спальне. Ваш электронный друг, скорее всего, первая вещь, которую вы видите утром и последняя перед отходом ко сну. Это своего рода современный способ чтения в кровати. 8 из 10 человек оставляют телефоны включенными на ночь, а 50% используют телефоны в качестве будильников. Нам уже кажется привычным посмотреть ленту новостей или проверить почтовый ящик перед сном, а с утра первым делом узнать, какие новости ждут нас сегодня. Поэтому у нас для вас тоже новость. Очень опасно для здоровья держать телефон рядом с кроватью и, в принципе, в спальне. Искусственный синий свет, который излучает телефон, может угнетать выработку гормонов, ответственных за здоровый сон. А значит, вам будет сложнее заснуть. В результате естественные биоритмы вашего организма будут нарушены. Ночью ваше тело будет думать, что за окном день, и пора просыпаться. А без хорошего сна ваша энергия не будет восстанавливаться. Бессонница пока никому не приносила пользы. И даже если вы можете заснуть, несмотря на электронный свет, вибрации телефона, сигналы и включение экрана разбудят вас гораздо раньше, чем нужно. Так что держите свой телефон подальше от спальни. Поделитесь этим видео с друзьями и близкими. Они тоже должны знать, как и где не стоит использовать мобильный телефон. Мы надеемся, что видео вам понравилось, и вы поставите нам лайк, чтобы мы узнали об этом. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не упустить ни одной новинки. И присоединяйтесь к Адми.